Вышла я на огород рвать траву. Тут ветрено, но солнечно. И шо вы думаете? Я вот эту преступницу прям наблюдаю у себя за забором. Сейчас сниму. Смотрите, забралась уже к соседу в огород. Не знаю, как она туда пробралась. Нашла дырку где-то или завалила забор. Вы представляете, какая наглая коровища. И вот шо это за хозяин такой еще. И уже жрет там арбузы, не арбузы, а арбузы, я вижу, жрет. Пошла вон! Ну как-то я ее выгоню с чужого. Вы видали, а? Шо делает? Жрет, блядь. Ой, извините. Просто в наглую жрет гарбуз на месте преступления. Она его уже почти дожжала. Иди отсюда! Пошла вон! Ну как я ее выгоню с чужого огорода? Да еще и мой сосед еще такой, шо сам зловредный. Ну и он глухой, я ему не докричусь. А корове хоть бы хны. Вон пошла! Пошла вон! Пошла! Видали? Ей хоть бы хны. Ну только прорвать успела два ряда и опять сирена. Пришлось бежать в погреб. Но взрывов пока не слышала. Вот это вылезло. Десять минут просидела, вылезла. Буду дальше, наверное, прорывать. Еще бы пару рядков хотя бы сегодня. Да, выкопать же ж надо. Так вот, стою и не знаю. В подвал прятаться или на огород идти работать. Сирена прозвучала. В телеграм-канале написали, что важна сирена, важна тревога. Задежурю возле погреба. Плохо, что после бомбежки проводной интернет накрылся. Никто не починил. Ну потому что продолжаю ж бомбить. Люди все в укрытиях сидят. Не знать, что делать. Сегодня я выкопала всего 4 рядочка. И это у меня картошка другого сорта. Белоруса. Ну ведра 4 накопала. Картошка так себе. Конечно, бывало и крупней. Это вообще крупная. Крупная сорт. Крупная клубневая. Вот моя деляночка выкопанная. Сейчас высыплю картошку и начну дальше прорывать. А тут, может, Бог даст, сегодня получится покосить. Брат поменял карбюратор на косе. Приехал сейчас. На мою косу свой карбюратор поставил. Сейчас попробую, он заведет. Если заведет, то покосит тут. Все, свет рубанули. И уже стемнело. Но я хотя бы успела засветло в летний душ сходить. Что сказать, не столько копала, а сколько в погреб бегала прятаться. Сейчас еще картошку варю на ужин. Буду ужинать под фонарик.